Сегодня мы продолжаем разговор про Евразийскую премию, которая пройдет у нас в городе Екатеринбурге в начале декабря в Екатеринбург-Экспо. И сегодня мы поговорим про то, как оживить город Екатеринбург с архитектурной точки зрения. У нас в гостях сегодня Фасонов Андрей Архитектор, участник Евразийской премии, которая проходит в рамках Евразийского форума Архиевразия, который уже, кстати, завоевал призовые места, но, правда, пока не говорят, какие. Добрый день, Андрей. Здравствуйте. Как оживить наш город Екатеринбург с архитектурной точки зрения? Ведь многие его считают, ну, таким сереньким, невзрачным, у нас по кругу пятиэтажки серенькие. Что делать? Да, этот вопрос, скажем так, не нов сам по себе, и не обязательно относится к нашему городу. На самом деле, этим вопросом уже в качестве рефлексии стали задаваться в 60-е годы прошлого столетия. Что же сделать, чтобы оживить бурно растущие города, не только у нас в стране, а в нашей стране, в том числе и даже в большей степени, которые застраиваются массово, застраиваются типовыми зданиями, застраиваются целыми планировочными гигантскими единицами по одной и той же однообразной схеме. И, скажем так, ответ опять тот же не нов, скажем так, есть четыре пути, четыре шага, скажем так, для того, чтобы город перестал быть, как вы считаете, сереньким. Я это услышал в вашем вопросе, перефразируя, скажем так, как разнообразить, скажем так, городское... Разнообразить и придать городу, можно сказать, узнаваемость. Ведь Петербург по архитектурным сооружениям узнают. Если обратиться к Европе, то там Прага тоже имеет свой какой-то стиль, Франция имеет, Италия имеет, а у нас Екатеринбург, где-то может стоять красивая высотка, чуть ли не небоскреб, а рядом с ней стоять серенькая пятиэтажка. Ну, смотрите, есть четыре, скажем так, контекста, через призму которых нам необходимо это рассматривать. Это, естественно, наличие исторического пласта, это экономические, скажем так, возможности города, это социальные возможности города, и это, соответственно, само по себе нахождение людей в этом пространстве. Сейчас я подробнее пытаюсь объяснить. К примеру, само разнообразие города напрямую коррелируется с его экономическими возможностями. Во-первых, оно зависит от них, а во-вторых, оно формирует, допустим, экономический аспект даже в рамках квартала. Что я имею в виду? К примеру, серость, вот то, что вы говорите, серость, это я сразу воспринимаю, это ЖБИ, это ботаника, это вот те невзрачные, скажем так, микрорайоны. В том числе до того, что они просто серые, действительно, по цвету. И абсолютно отсутствие, скажем так, локальных лавочек, а-ля, допустим, лавка сыров, к примеру. Рядом должна соседствовать какой-нибудь уютный барбершоп, к примеру, рядышком, допустим, небольшая кафа вьетнамской кухни. Но это уже по принципу Европы, да? Вот, да. Вот эти простые вещи, наличие стрит-ритейла, скажем так, они и способствуют, дают толчок к разнообразию. Квартала, скажем так, и если, к примеру, девелопер, застройщик, либо даже администрация города уже заранее задумывается, а сейчас она действительно заранее задумывается, поэтому рождаются такие квартальные застройки, как, допустим, солнечные и же с ними кварталы. Ну, академический, наверное, яркий пример, где вроде бы дома одинаковые, один в синий покрашен, другой в красный, и вот что вы говорите про мелкие лавочки на первых этажах. В этом плане академический, более того, он почти самодостаточный, скажем так, людям, живущим академическим, я думаю, по набору услуг, если они еще работают там, вообще нет, надо бы с них выезжать, скажем так, в большой город, если можно так выразиться. Вот. Серость, она обуславливается еще тем, что вот этих самих лавочек локальных, небольших торговых центров, что очень важно, а именно локальных, уютных лавочек нет. И, соответственно, ни на ботанике мы не наблюдаем. Точек притяжения локальных нет. Человеку, ну, а что там ему делать, кроме того, как выйти из дома, пойти на работу, сесть на, допустим, остановку общественного транспорта, уехать, скажем, побыть на работе, приехать в среде, где он, собственно, обитает. Живет. Ему заняться нечем. Ему некуда, допустим, пойти с ребенком гулять. Ему, он даже не может придумывать, допустим, сводить девушку, к примеру, в соседний уютный ресторанчик, там, поесть кухню с другого конца мира. Это вот первый аспект. Второй аспект — это наличие как раз-таки исторического пласта внутри города. Вот вы привели в пример, допустим, Санкт-Петербург, который фактически имеет большой, шикарный исторический пласт 18-19 веков. Вы привели Париж, которому свыше тысячи лет, ну и другие исторические города. Да, у нас этот исторический пласт, он небольшой. Но там же и новая застройка также присутствует рядом с историческими зданиями, новая застройка присутствует, но она не выделяется, как у нас. Как вот у нас взять, если тот же Высоцкий и рядом девятиэтажка старая облезлая. Ну, это все, скажем так, вся эта реновация устаревшего жилого фонда, ну, в частности, жилого, это как бы поступательное движение. Оно, конечно же, не сейчас и сразу. В той же принятой программе в Москве, программе реновации, это все равно растянется тоже на десятилетия. Вот с этими маленькими шажками мы, скажем так, придем к этому, что вот ветхий жилой фонд заменится на более совершенные здания, скажем так. Получается, у нас в Екатеринбурге просто нету исторического пласта? Нет, наоборот, он есть. Он есть, он находится локально в центре, скажем так, ограничен довольно-таки маленьким по сравнению с тем же Питером, Парижем, Пятном. Локальные точки притяжения, которые вот сейчас строятся, к примеру, тот же академический, тот же микрорайон Солнечный, это они, да, не имеют исторического пласта, но, в принципе, с точки зрения, ну, более-менее современного планирования, они как раз-таки нагло выше, чем вот районы наподобие ботаники. Ну, которые застраивались еще в 70-60-х годах, еще прошлого года. И люди, допустим, живя в, скажем так, районах, которые уже строятся по общему, принятому, в том числе, городсредственным планам города Екатеринбурга, они, наверное, не будут задаваться вопросом, а почему же район, в котором я нахожусь, он такой серенький. У них там будет все, скажем так, вышли, там парк рядом, вышли, там в аптеку сходили, в магазинчик, поужинали, покушали, а если ему кино захочется посмотреть, пожалуйста, в 500 метрах есть большой центр, куда можно сходить. То есть я бы не сказал, что у нас нет исторического пласта, наоборот, он есть. И, обращаясь к нему, соседство, скажем так, современной застройки с историческими зданиями, это абсолютно неплохо. Это я мягко подхожу как раз-таки к третьему пункту через призму, который надо рассматривать разнообразие города. Это, собственно, его разнообразие. Это только городов плюс, если рядом с историческими зданиями будут соседствовать здания, построенные в другие эпохи, и которые, с одной стороны, уважительно отнеслись, скажем так, к ценностям исторического здания, а с другой стороны, диктуют все идеалы именно периодов, за которыми он был построен. Это как раз говорит о разумном, скажем так, развитии этого города, о том, что сам ансамбль, допустим, городской, ну, сверхансамбль, он просто находится в динамике, постоянно развивается и развивается в правильном настроении. То, что губит, наоборот, то, что может это затормозить или даже погубить, это, допустим, стилизация под исторические здания. Вот это, конечно, скажем так, на мой взгляд, приносит больше вреда, чем пользы. Именно для города с точки зрения рассматривая... Вот зачем нам смотреть, к примеру, одно дело Питера, где там все по-честному, где там действительно исторические, в исторической точке зрения, ну, в исторической точке. А другое, где эти постоянные попытки стилизовать, скажем так, под историческую застройку, зачастую либо неумелые, либо просто эти попытки находятся в стесненном финансовых условиях, скажем так. Вот, и мы, скажем так, городской житель, он может просто разочароваться в этом. Ну, видим попытки, допустим, приляпать лепнину. Зачем? Неуместно. Это я пытался объяснить, что городу на пользу идет именно вот это самостоятельство разных зданий разных стилевых эпох. Затем, что вредит, может повредить городу, чтобы он вышел из этой серости. Маршрутов пешеходов, в первую очередь, конечно, туда они должны... Прогулочные зоны или маршруты для повседневного пользования? Все маршруты. Такая среда, это среда, где человек, именно пешеход, он должен быть человеком, который передвигается транспортом личным. Вот, и, соответственно, это, скажем так, максимально комфортно и в любом направлении идти. А это значит, идти, скажем так, постоянно куда-то сворачивая. Как это обеспечить? В историческом, скажем так, городах это обеспечили тем, что квартальная застройка была очень маленькая. То есть, буквально через каждые 100 метров у нас была узенькая, допустим, улочка, куда можно свернуть и попасть в необходимое место. Очень люблю такие места в Москве и в Петербурге. Это очень уютно, и недаром там, опять же, те же локальные точки протяжения, как, допустим, бары крафтовые, популярные, либо там небольшие локальные магазины, либо там, опять же, небольшой гастробарчик с какой-то уникальной кухней, где больше нигде не встретить. А та серость, о которой мы сейчас ведем речь, скажем так, она, и поэтому она в том числе ассоциируется с такими застройками именно советского планирования, что человеку заданно путь, и он может свернуть метров через 500-600 метров. А все остальное, это что-то там дворовое, чужое, мне туда нельзя, хотя оно вроде бы открыто, но вроде бы туда даже зайти не хочется. Это вот тенденция, когда сейчас все пытаются оградить свой двор. То есть его двор свернешь, но ты через него не пройдешь, потому что везде стоят заборы и коллеги. А вот как раз-таки эта тенденция, я вижу, что эта тенденция сходит, а нет, наоборот. Все пытаются, условно говоря, застройщик, желая посадить свое здание, уже сложившуюся, допустим, среду со своим контекстом, ему крайне невыгодно садить здание и ограживать его забором. Во-первых, это само по себе будет являться красной тряпкой, скажем так, для жителей соседних, к примеру, зданий, для администрации вполне возможно. А во-вторых, ему гораздо выгоднее, чтобы все сложившиеся пешеходные маршруты, скажем так, они были сохранены. Большое спасибо, Андрей. Я думаю, на форуме «Архивразия» эта тема будет более подробнее раскрыта. Ну, а для вас, уважаемое правительство, смотрите, какой мы пласт работы с Андреем сегодня выявили. Чтобы уйти от серости и придать городу какую-то индивидуальность, надо просто отремонтировать старые здания, которых у нас, к сожалению, в избытке. Редактор субтитров А.Семкин